Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, АСМИК, за представление и всем, кто пришел. И действительно, это очень важно, что есть возможности для какого-то научного обмена и создания такого общего пространства здесь. Я, как, наверное, АСМИК уже сказала, представляю здесь Центр Восточноевропейской Истории и Культуры в Лейпциге. И то, о чем я буду говорить сегодня, это результат трехлетнего проекта, в рамках которого мы с моей коллегой, профессором Ильей Хетцберг, рассматривали промышленное загрязнение в Российской империи и формирование российской советской экологической политики. Но мы рассматриваем это в таких больших имперских или советских масштабах, говоря о том, каким образом эта проблема решалась в том числе и в регионах, как центр империи взаимодействовал с тем, что тогда считалось периферией, хотя это, конечно, относительные понятия, и мы не вешаем ярлыки. И в данном случае я сосредоточусь на кейсе, связанном с загрязнением рек сахарными заводами, которые располагались на территории современной Украины. Вот здесь то, что вы видите на фото, это во многом результат многолетней борьбы, которая продолжалась в течение десятилетий в конце XIX и начале XX века. И может показаться, что это такой трансформированный ландшафт, который располагается на месте экосистем и показывает, как промышленность негативно влияет на окружающую среду. Но на самом деле это такая комплексная, сложная картина, и создание вот этих вот полей орошения, которые мы видим, стало результатом достаточно важных и значительно значимых инноваций, которые появились именно в Украине, и после этого перешли в центр и вернулись обратно в советские регионы, регионы уже Советского Союза. Да, ну и перейду к таким основным моментам, каким образом мы будем рассматривать загрязнение. Исследовательница Мария Дуглас сказала в середине XX века такую важную фразу, что загрязнение — это материя не на месте. Мы в первую очередь историки, гуманитарии, и для нас загрязнение — это в первую очередь представление о нем. И во вторую очередь это нормы предельно допустимой концентрации, это вещества, которые мы находим в воде и в воздухе. В антропологическом смысле загрязнением или грязью становится то, что располагается где-то не там, где оно должно быть. Вот здесь на этой картинке, которую я сгенерировал вчера в нейросети, ботинок, обувь есть у каждого из нас, располагается просто на обеденном столе. Если они стоят у нас в прихожей, мы не считаем, что это какое-то загрязнение, грязь. Но если мы переместим в другое место в рамках нашей же квартиры, то это станет чем-то таким грязным и непозволительным. Поэтому вещества, которые производятся в результате промышленного процесса, они тоже важны не сами по себе, они важны в зависимости от того, в какой социальный и культурный контекст они попадают. И регион, о котором я буду говорить, это тот регион, который в XIX веке было принято называть Южным краем или Черноземьем, благодаря тому, что там в течение столетий сформировался слой очень плодородной земли. Ну и в XIX веке этот регион тоже было принято называть украинскими губерниями. Именно так я их и буду называть, хотя не все заводы принадлежали выходцам из Украины. Многие из них принадлежали промышленникам еврейского происхождения, русского происхождения. Но я думаю, было бы правильно говорить об этом регионе, как об украинском регионе, который впоследствии развивался согласно своим культурным и историческим контекстам. Сахарное производство, оно такое достаточно специфическое с точки зрения экономических и культурных отношений. Дело в том, что сахар – это один из немногих продуктов, который, появившись на капиталистическом рынке в XIX веке, до сих пор не сократил сферу своего употребления. Вот с тех пор, как его начали продавать, его продают и производят все больше и больше и больше. Эта ниша не заполнена, потому что она кажется бесконечной. И если мы говорим про новый свет или новый мир, то социальные и экологические издержки сахарного производства зависели в первую очередь от принудительного труда, рабского труда, потому что тростниковые плантации не требуют каких-то особых профессиональных навыков для работы на них. И отчасти благодаря именно сахарному производству в Северную Америку в предшествующее столетие было силой и привезено очень много порабощенных людей из Африки. Но если говорить именно об экологических издержках, то это трансформация ландшафтов. Для того, чтобы создавать больше тростниковых плантаций в новом свете, занимались огромные территории. Они же служили местом для производства, и поэтому те территории, которые были раньше природными, они стали плантациями. Но говоря об Украине, это в первую очередь сельскохозяйственный колониализм. Конечно, в Российской империи тоже существовал принудительный труд, труд крепостных крестьян. Но экологические издержки были связаны в первую очередь с загрязнением воды. Дело в том, что в Украине уже тогда были распространены сельскохозяйственные ландшафты. В этом плане мало что изменилось с экологической точки зрения. Просто крестьяне выращивали на своих полях вместо каких-то более традиционных культур сахарную свеклу. Но вот загрязнение воды действительно стало очень важной проблемой, потому что многие люди зарабатывали не только сельским хозяйством, но и рыбной ловлей, поили скот в этих реках. И вот эти реки, они были в 19 веке узурпированы сахарными промышленниками, которые строили заводы. Их количество, как я уже сказал, росло, потому что очень быстро росла и доля сахара на рынке. И вот именно об этом я буду говорить, об этой проблеме, связанной с загрязнением воды. Вкратце, в чем заключалась проблема, связанная с загрязнением? Это такой взгляд от гуманитария на экологические проблемы, поэтому прошу меня строго не судить. Загрязнение рек с сахарными заводами, оно было очень специфическим, потому что в результате сахарного производства в реке выделялось, в первую очередь, большое количество органики. Если многие другие промышленные производства выделяют токсичные вещества, в 19 веке это мог быть даже мышьяк, которым могли отравиться десятки людей. Но вот в результате сахарного производства выделялась органика, и тем не менее, несмотря на то, что это органические вещества, ее влияние на экосистему было очень разрушительным. В первую очередь, благодаря тому, что вот эта органика, попадая в реки, вызывала неконтролируемый рост канализационных грибков. Вы можете видеть их слева на картинке, и это тоже фото, сделанное людьми, которые занимались проблемой промышленного загрязнения в 19 веке из Центрального комитета по охране водоемов, я об этом скажу немного. Неконтролируемый рост грибка приводил к повышению концентрации сероводорода в воды, ну и промышленники часто усугубляли эту проблему, благодаря тому, что пытались решить проблему органического загрязнения рек с помощью фенола, который они специально выливали в реки для того, чтобы предотвратить размножение микроорганизмов. Ну и в результате это приводило к мору рыбы. Чаще всего рыбу было невозможно ловить в реке или в озере, или в пруду в течение одного сезона, но если загрязнение было большим, то она могла исчезнуть и на несколько сезонов вперед. Это приводило к заболеваемости населения, и в том числе скота, который приводили туда на водопой. Поэтому здесь вот возник очень важный такой экологический конфликт между промышленниками с одной стороны и крестьянами с другой стороны, которые не могли больше вести тот образ жизни, который они вели раньше. Говоря об этой проблеме, я буду проводить несколько сюжетных линий, которым я в конце вернусь. Первое — это в первую очередь центр и периферия. Проблема загрязнения рек сахарными заводами — это очень такая специфическая проблема для Украины, и в других регионах Российской империи этой проблемы не было, потому что не было такого крупного развитого сахарного производства. Очень долго пытались эту проблему решить с помощью локальных мер, каких-то региональных узаконений, но российский центр Санкт-Петербурга в XIX веке он придерживался такого универсалистского подхода, что везде должен быть одинаковый закон. Не важно, Украина это или Камчатка, везде должны быть какие-то общие узаконения. Я буду говорить о представлениях о загрязнении. Как я уже сказал, загрязнение — это не какой-то уровень веществ, который устанавливают нам министерства или контролирующие организации. У каждого он свой, и то, что раздражает людей в одном регионе, может вполне устраивать людей, которые живут где-то в промышленном районе и привыкли к этому. Ну и в-третьих, я буду говорить в том числе об окружающей среде и капитализме. XIX век — это такой период, когда очень активно развивались капиталистические отношения, и окружающая среда, конечно, вовлекалась в них, тоже становилась частью рынка, если можно так сказать. И, как я уже говорил, проблема загрязнения рек сахарными заводами была связана с конфликтом интересов. С одной стороны, сахарные промышленники, с другой стороны — крестьяне. Понятно, что было очень сложно поставить их на разные чаши весов, потому что промышленники всегда обладали более высоким общественным весом, более высоким влиянием на принятие решений. И законодательство, конечно, в XIX веке было намного менее совершенным, чем сейчас. Вот здесь я привел текст самой прогрессивной нормы статьи 853 из уложения о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Для Российской империи вообще принятие института мировых судей в 70-е годы и вот таких норм — это был достаточно большой прогресс, потому что до этого судебная система никак не была отделена от государства. Мировые судьи стали таким относительно демократичным институтом и иногда могли принимать решения, которые противоречили государственным интересам. Вот если мы обратим внимание на формулировки, то увидим, что они достаточно расплывчатые за порчу воды, используемой для питья или водопоя, когда не было намерения причинить вред общественному здоровью, виновные подвергаются аресту или штрафу. Но закон не определяет, что такое порча. Это как раз-таки понятие, которое мы можем толковать совершенно по-разному. Закон не устанавливает, что такое вред, поэтому судебные заседания очень часто превращались просто в беспочвенные дискуссии, когда одни говорят, что загрязнение вредно, другие говорят, что оно не вредно, и отсутствовали какие-то нормы, по которым можно было этот уровень загрязнения определить. Так или иначе, великие реформы создали новые институты, это выбранные городские думы, это земство, сельское самоуправление. Ну и важно учитывать, что сахар был такой мягкой силой на европейском рынке. Это не только то, что позволяет, то, что можно добавлять в чай или в кофе, или готовить конфеты и пирожные, это в том числе консервант, который был очень важен в свете особенно подготовки к крупным военным конфликтам. И последующую часть моей презентации можно условно разделить на такие три акта с общим эпилогом. В них будут разные действующие лица, они, как вы можете видеть здесь на слайде, происходили в разные годы, начиная с 1881 по уже 1931 год, до сталинских времен. Но, тем не менее, это такие вот когерентные истории, которые показывают один процесс выстраивания общих представлений об окружающей среде. Ну и начну я с первого акта, который имел место в Харькове в 1881 году. Ну и одним из главных действующих лиц в этой истории стал губернатор Петр Аполлонович Грессер. Очень интересная личность, которую назначили губернатором Харьковской губернии за два месяца до того, как он успел поругаться самыми влиятельными людьми в своей губернии, сахарными промышленниками. После того, как он погубернаторствовал в течение буквально пары лет, он переехал в Санкт-Петербург. Его назначили главой Санкт-Петербургской полиции. И вот на этой должности он уже проявил себя достаточно эффективно и раскрыл дело, в результате которого был казнен Александр Ильич Ульянов, брат Ленина. И вот многие считают, что именно это событие сподвигло Владимира Ильича на его политическую карьеру. И вот именно благодаря ему это дело о покушении на императора было раскрыто. Современники писали о нем, что в политических вопросах он был наивнее, чем его вестовой, но зато был прекрасным полицейским, прекрасным следователем. И вот именно эта наивность, она с одной стороны свела его в могилу в конечном итоге, потому что он умер от инъекции Виталина, он хотел помолодеть, сделал себе инъекцию. Это был такой фальшивый медицинский препарат, и скончался он у себя в кабинете от этого. Но именно благодаря этой наивности, наверное, в значительной степени, как я уже сказал, через два месяца после своего назначения губернатором, он приказал сахарным промышленникам в Харьковской губернии остановить производство рек, загрязнение, прошу прощения, рек и производство загрязнения. Естественно, промышленники многие были намного богаче, чем губернатор, многие из них были влиятельнее, чем губернатор, потому что владели большим количеством сахарных заводов, но вот наскок со стороны Грессера был достаточно агрессивным и предприимчивым. Он решил собрать губернский комитет общественного здоровья, в который, как вы видите здесь на списке, на слайде, входили губернатор, члены губернского правления, врачи, предводитель дворянства и даже священники русской православной церкви, но не входили сами промышленники. То есть они пытались решить проблему промышленного загрязнения без участия промышленников, что, естественно, промышленникам не понравилось, и они решили так достаточно тоже агрессивно ответить на претензии со стороны региональных властей. Они намекнули Грессеру, что не в его компетенции этот вопрос решать, что у них есть покровители в Министерстве финансов, в Министерстве внутренних дел, что государство заинтересовано в прибыли, которую приносит сахарная промышленность, и вот вместо этого устаревшего комитета, которые были учреждены еще в начале XIX века, они предложили собрать комиссию по очистке источных вод сахарных заводов. Вот туда уже должны были войти представители губернского правления, а также промышленники и представители городских дум, то есть городских обществ, которые, конечно, тоже были в этой проблеме заинтересованы. Они должны были снабдить промышленников инструкциями, как им с этим загрязнением бороться, и вот если бы они выполнили эти рекомендации, то к ним уже нельзя было бы предъявлять какие-то претензии, то есть они были освобождены от законодательной ответственности. Ну и сами эти комиссии, они финансировались сахарозаводчиками, что говорит о том, что им это по большому счету было выгодно. И вот это достаточно важный такой момент в экологических дискурсах. Дело в том, что очень часто, особенно в 20 веке, писали, что принцип загрязняющий платит, то есть когда кто-то загрязнил реку, он должен компенсировать причиненный ущерб, что вот этот принцип, он был прогрессивным для своего времени. Но на самом деле это было выгодно в первую очередь производителям, и это давало им больше привилегий в плане экологической ответственности перед остальными людьми. Во-первых, загрязнение становилось преступлением не против общественного порядка, не против здоровья человека, а против собственности. И это означало существенно меньшее наказание за те же самые преступления. Это во-первых. Во-вторых, если вред здоровью или окружающей среде может быть компенсирован, то значит, что и здоровье, и окружающая среда становятся частью капиталистических рыночных отношений. Это значит, что здоровье человека можно купить или продать. Мы можем устроиться на какое-то вредное производство, зазнаем, что мы проживем меньше, но вот мы продаем свое здоровье за определенные деньги, даже если это может быть неосознанный выбор. Ну и в том числе можно купить право загрязнять реку, мы ее загрязняем, платим тем, кто понес убытки из-за этого, и продолжаем работать как раньше. Ну и промышленника невозможно наказать, если вреда здоровью или частной собственности не было нанесено. Если завод, условно говоря, располагается где-то в чистом поле на берегу реки и никому не мешает, то сама по себе река, сами по себе рыбы, которые в ней живут, не считаются самостоятельной ценностью. Но на самом деле не все было так радужно для промышленников. Они профинансировали создание этой комиссии, пригласили туда профессоров из Харьковского университета, университета Святого Владимира в Киеве. И вот эти профессора, они стали местными генеральными штатами, как во французской истории, когда Людовик XVI собрал генеральные штаты для того, чтобы попросить у них денег. Но в конечном итоге третье сословие в генеральных штатах именно начало революционные события. И вот эксперты, они были этим третьим сословием в этой комиссии. Профессор Яцукович, это один из самых влиятельных экспертов в этой области. И здесь он пишет, что по его мнению на обязанности комиссии должно лежать только рассмотрение оснований дезинфекции. И что они не будут давать детальные инструкции промышленникам, что они должны сделать для того, чтобы избежать законной ответственности. Ну и ниже можно прочитать такой удивленный отзыв Людовика Гудшона. Это владелец Тростенецкого сахарного завода, очень влиятельный сахаропромышленник. И один из инициаторов создания этой комиссии. Ну вот комиссия приехала к нему на завод в Тростенце. И вот он пишет, так видимо эмоционально, что они обратили внимание на все сточные воды, выходящие из завода. Взяли с собой для химического исследования их составные части и говорит, что вот вода, которая выходит из сточных труб завода, никак не может быть названа, как выразили господа члены комиссии, сильно зловонной. Ну и мы видим, что комиссия, она действительно была очень активная. Здесь на карте показаны все заводы, которые они успели объехать за один сезон, за одну весну 1882 года. Это достаточно большое количество, учитывая транспортные возможности того периода. И вот эта первая комиссия, она с одной стороны имела достаточно много недостатков, но с другой стороны принесла и важные результаты. Во-первых, результат практически был слабый. Они поняли, как загрязнение работает, что можно сделать в текущих условиях для того, чтобы его снизить. Но тем не менее, практических мер не было принято. Регион действия все-таки был ограниченным. Это Харьковская губерния. И с точки зрения единого экономического пространства в империи, и, опять же говоря, о этом пространственном измерении, очень тяжело было применить какие-то ограничительные меры в одной губернии. Потому что как только мы ограничим промышленников в Харьковской губернии, мы поставим их в невыгодное положение по отношению к промышленникам, например, в Киевской губернии. И это приведет к экономическим проблемам в одном регионе и развитию другого региона. Ну и промышленники, разочаровавшись в этой своей инициативе, стали все-таки более скептическими по отношению к экспертному сообществу. Но, с другой стороны, большая часть мер по очистке источных вод промышленникам была незнакома. Они могли просто сказать, что да, мы вообще-то против загрязнения рек, мы хотим что-то сделать, но не знаем, что. И закон никаких мер не предлагает. Теперь у них такого аргумента больше не было. Они не могли использовать это в свою защиту. И благодаря позиции ученых, ни одна из сторон не смогла решить эту проблему с наскок. Это было тоже очень важно, что, с одной стороны, вот у нас предприимчивый, но очень наивный губернатор Грессер. С другой стороны, у нас влиятельные сахарные промышленники, которые привыкли быть такими теневыми хозяевами в регионе. Но посередине оказались эксперты со своими профессорскими корпоративными нормами и правилами, которые отказались служить какой-то из этих сторон. Поэтому эта проблема так и не была решена, но, тем не менее, комиссия внесла важный вклад в дальнейшие попытки ее решения. И вот сейчас мы перейдем, перемотаем немного на 12 лет вперед. Поговорим о том, что было в Каменце-Подольском в 1894 году, где губернатор Александр Павлович Баумгартен решил собрать съезд всех сахарозаводчиков для того, чтобы поговорить о решении проблем источных вод. И одним из тоже важных действующих лиц тут стал профессор Ксенофон Платонович Сулима, ученик известного российского гигиениста Доброславина и профессора Мюнхенского университета Максофон Петтенкофера. Здесь, вот на этом плакате времен викторианской Англии, мы можем видеть холеру, которая плывет по Темзе. За ее спиной лондонский пейзаж находится, а внизу надпись «Ночной грабитель», если так можно перевести. Английская это «Silent Highwayman». И внизу мы можем видеть такую тоже многозначительную надпись «Your money or your life» – ваши деньги или ваша жизнь. Это на самом деле такой очень важный конфликт для 19-го столетия, выбор между здоровьем и деньгами. С одной стороны, общественное здоровье – это важная ценность, с другой стороны, для того, чтобы его беречь, нужно иногда жертвовать прибылью и не только лишаться прибыли, но и инвестировать заработанные средства. И вот в 1894 году, благодаря пятой холерной пандемии, которая началась в 92-м году, взаимоотношения между сахаропромышленниками и региональными властями несколько изменились. В 80-е годы эта проблема решалась медленно, потому что в российской сахарной промышленности был кризис, МВД пыталось Министерство внутренних дел отстаивать права региональных властей, и Минфин, Министерство финансов, конечно, выступали больше за интересы сахарозаводчиков. Но вот в 1892 году Министерство внутренних дел все-таки поступилось немножко вот этим универсалистским принципом, про который я говорил, что везде должен быть один закон, начиная от Санкт-Петербурга до Камчатки, от Северного Ледовитого океана до Средней Азии, и выпустило особые правила о мерах предосторожности на свеклосахарных и паточно-винокуренных заводах, где дало региональным властям, власть над промышленниками в том числе, то есть сахаропромышленники теперь должны были подчиняться обязательным постановлениям и административным распоряжениям местных властей. Ну и немного изменился контекст, в котором эта борьба происходила. Если вы посмотрите на рисунок справа, то можете увидеть руины свеклосахарного завода в Полубатовке. Это фото было сделано в 2019 году. К сожалению, большинство из тех заводов, о которых я говорю, которые работали в 19-м и 20-м веке, закрылись в конце 20-го века, в 1990-е годы. Но вот все это болото, которое располагается вокруг руин завода, раньше было прудом, водоемом, который зарос в результате загрязнения воды огромным количеством органики. Заводы уже не просто портили воду, они полностью меняли ландшафт и создавали, как писал ксенофон Сулима, непроходимые зловонные болота вместо бывших озер, прудов и полей. И он говорил, что находиться там на лодке было невозможно, даже для того, чтобы взять какие-то пробы воды на анализ. Ну и отношение государства к промышленникам все-таки несколько изменилось. Об этом говорит такой вот интересный случай из истории вот того же завода, который мы можем видеть на фото. Его владелец получил приговор за загрязнение реки. Он должен был сесть в тюрьму на несколько дней и заплатить штраф. Он обжаловал его в правительствующем сенате в Петербурге, но в результате срок ему удвоили и еще заставили его этот завод снести. Но потом он каким-то образом все же уцелел. Но тем не менее, вот это был показательный случай, что государство все-таки изменило свое отношение по отношению к промышленникам. И вот именно на фоне всего произошедшего Баумгартен решил в 1894 году созвать Конгресс подольских сахаробаров, сахарозаводчиков. Он продемонстрировал то, что промышленники действительно беспокоились вот этими новыми правилами. Их теперь действительно можно было заставить соблюдать санитарные нормы. И они хотели действительно войти в диалог с региональными и центральными властями для того, чтобы эту проблему урегулировать. Всего на съезде было 45 владельцев заводов. Это подавляющее большинство всех сахарозаводчиков Подольской губернии. И там они заключили такой вот неформальный контракт между государством и промышленностью, что государство, оно готово поддерживать сахарозаводчиков, готово инвестировать в развитие сахарной промышленности, но только до тех пор, если сами промышленники готовы инвестировать в общее благо, в охрану общественного здоровья. Именно на этом съезде было решено применить поля орошения, которые мы видели на первой картинке, на титульной картинке к моей презентации, как наиболее удобный и компромиссный вариант решения проблемы загрязнения рек. И, наверное, самое важное, что на этом Конгрессе появилась некоторая общественная, такая коллективная ответственность сахаропромышленников друг перед другом. Даже те из них, кто не присоединился к этому Конгрессу, должны были все-таки подчиняться его решениям. И здесь тоже, как и у экспертов, раньше включились какие-то корпоративные способы взаимодействия друг с другом. И, конечно, независимо от законов, независимо от требований, мы должны какие-то общие этические нормы соблюдать. Ну и здесь мы переходим к третьему акту, к наиболее важным событиям в этой истории, которые начались в Киеве, а закончились в Москве, уже в Сталинской Москве. Начало этой истории относится к 1902-12 годах. И приняли в ней участие два главных деятеля. Во-первых, это генерал-губернатор, сразу трех губерний, Киевской, Подольской и Волынской, Михаил Драгомиров, Лазарь Бродский, известный сахаропромышленник еврейского происхождения, ну и высшие ведомства, Министерство внутренних дел и Министерство финансов. Лазарь Бродский, основатель Всероссийского общества сахарозаводчиков, он был такой достаточно интересной фигурой в российских капиталистических, промышленных кругах. Дело в том, что, как я уже сказал, он был промышленником еврейского происхождения. И в Российской империи конца 19-го, начала 20-го века все-таки очень распространены были антисемитские настроения. Поэтому для того, чтобы поддерживать свой общественный статус, он вынужден был заниматься благотворительностью. Очень много инвестировал в образование, в науку и в исследование. И вот в 1897 году он выступил с инициативой создания Всероссийского общества сахарозаводчиков. Это была очень важная структура для взаимодействия между государством и промышленниками. Они должны были координировать свои усилия для того, чтобы знать, сколько сахарной свеклы сажать, по какой цене ее закупать, по чем продавать сахар, кому его продавать, по какой цене, потому что они пытались конкурировать с немцами и австрийцами за европейский рынок. Ну и вытеснить всех иностранных производителей из российского рынка. И вот именно с этой целью было создано общество для того, чтобы с одной стороны взаимодействовать с государством, а с другой выстроить такие вот горизонтальные связи между самими промышленниками. Ну и не менее интересная личность – это вот Михаил Иванович Драгомиров, которого мы видим на фото справа. Это фото, как многие могут заметить, это фрагмент картины Репина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. И вот как раз Михаил Драгомиров – это такая центральная фигура. Он сидит, курит трубку задумчиво, придумывает, что еще можно добавить в это письмо. И он действительно был знаковой такой фигурой 19 века, действительно был губернатором, который провел всю свою жизнь в армии, и вот ближе к своей пенсии, был назначен генералом-губернатором сразу трех этих губерний. Но тем не менее, в отличие от Грессера, он действовал гораздо более аккуратно, несмотря на свое военное прошлое. Он написал письмо сразу всем промышленникам, Российское общество сахарозаводчиков с вопросами, что было сделано из предписаний Подольского конгресса 1894 года. Если что-то не сделано, то почему, какие есть к этому препятствия? Во-первых, нужно было привлечь новых производителей к решению этих вопросов. Недостатки предыдущих двух комиссий и съезда заключались в том, что они пытались какое-то одно решение найти, какую-то волшебную палочку, с помощью которой эти проблемы можно будет решить раз и навсегда. Но волшебные палочки они, конечно, так и не нашли. Промышленность развивалась, контекст менялся. Эту проблему нужно было решать в соответствии с меняющимися условиями. Поля орошения действительно были очень удобным способом, но была одна проблема, что земля всегда кому-то принадлежит. Нельзя просто так взять большой участок земли рядом с заводом и начать сливать вот эти вот источные воды именно туда, потому что крестьяне могут сажать там свои сельскохозяйственные культуры или использовать эту землю в качестве выпаса для скота. И вот эти решения не требовали тоже совместных усилий государства и промышленников. Ну и промышленность тоже уже была не та, что раньше. Она развивалась, появлялись новые технологии и производственные, и технологии для очистки сточных вод. И вот в 1902 году Лазарь Бродский, реагируя на запрос со стороны губернатора, генерал-губернатора, предложил создать экспертную комиссию, прошу прощения, при Всероссийском обществе сахарозаводчиков. Эта комиссия уже не должна была пытаться решить проблему раз и навсегда, она должна была действовать постоянно и помогать решать проблемы по мере их поступления. Это был институт, который объединял все заинтересованные стороны, и промышленников, и чиновников, и экспертов. И выполнение предписаний комиссии тоже было основано на такой корпоративной этике промышленников. Они не могли пренебречь рекомендациями, потому что это был такой коллективный неформальный договор, из которого нельзя было просто так выйти. Но это была самая сильная альтернатива политике Министерства внутренних дел, которая пыталась закрутить гайки, ввести единые нормы предельно допустимой концентрации, которые должны были соблюдать все и всегда. Вот, да, переходя к финальной части этой истории, после того, как была создана эта комиссия, и появились вот эти вот поля орошения, которые мы можем видеть здесь на картинке, когда они действительно были созданы, и показали, что проблему загрязнения на самом деле можно легко решить, превратив загрязнение в удобрение, потому что вот те вещества, которые промышленники выливали в реки, действительно на самом деле были очень удобным удобрением для выращивания той же сахарной свеклы. И это тот момент, на который почему-то до создания экспертной комиссии Всероссийского общества сахарозаводчиков мало кто обращал внимание. Это вот такое камерное мышление, когда промышленники, с одной стороны, имеют очень много проблем из-за загрязнения рек и не взаимодействуют с производителями сахарной свеклы, хотя этот круг очень легко закольцевать. Они будут использовать загрязнение в качестве удобрения и получать при этом больше сырья. Но вот именно горизонтальная структура позволила создать такой вот общий взгляд на эту проблему и объединить взгляды с разных сторон. Именно вот этот процесс мы и наблюдаем здесь на картинке. И вот эта комиссия, которую создали в Украине, послужила очень важным примером для промышленников еще и в других регионах. Вот этот человек, которого мы видим здесь на картинке, Григорий Крестовников, один из важных, самых влиятельных текстильных промышленников Российской империи. В 1910 году, после принятия первых норм, предельно допустимой концентрации веществ, написал достаточно эмоциональное письмо Министерства торговли и промышленности Литвиному Фалинскому, достаточно влиятельному чиновнику. И он пишет, что его завалили жалобами промышленники. Ну, это тоже такой важный шаг в экологической политике, что до этого жалобами заваливали те, кто жил рядом с реками, те, кто водил скот на водопой, теперь жаловались уже сами промышленники. Вот губернатор Джунковский, как он пишет, предлагает не ограничиваться штрафами, начать сажать фабрикантов. Владельцев Тверской мануфактуры обеспокоил тот факт, что их директоров приговорили к нескольким месяцам тюрьмы за загрязнение. Тоже одни из первых реальных сроков за загрязнение рек. Ну и вот промышленники, они предлагают послать представительство в Петербург для того, чтобы ходатайствовать перед министерством. Но непонятно, о чем ходатайствовать, потому что нельзя действительно ходатайствовать о том, чтобы не применять закон. И вот в 1912 году в Москве был создан Временный комитет по охране водоемов Московского промышленного района. Но создан он был именно по примеру комиссии, которая действовала в Украине. Как писали представители вот этого Московского биржевого комитета, если обратиться к русской практике, то мы найдем, что в 1902 году в согласии господина генерал-губернатора при Всероссийском обществе сахарозаводчиков была организована комиссия для решения вопросов о спуске источных вод. И эта комиссия, она была авторитетом и для промышленников, и для чиновников. И именно она вдохновила первый в истории Российской империи институт для контроля над промышленным загрязнением. Но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временные вещи. И вот этот временный комитет, который был создан императором Николаем II в 1912 году, оказался одним из немногих институтов, который пережил революцию и продолжает работать до сих пор под вывеской в НИИ ВОДГЕО. После революции он был преобразован в Центральный комитет по охране водоемов при ВСНХ, Высшем Совете Народного Хозяйства. И в 1931 году, уже в годы сталинская индустриализация был слит с другими подразделениями, стал частью института, занимающегося проблемами. В том числе их чистоты. Что, в общем-то, показывает, что сталинский период был во многом гораздо более переломным, чем момент революции 1917 года. Ну вот здесь, на этом одном из финальных слайдов, мы сталкиваемся с очень интересным эффектом. Эта комиссия, как мы видели, появилась в Украине в результате дебатов между местными промышленниками и местными властями. Именно по примеру, вот как здесь интересная фраза, по примеру Англии, Германии и нашего юго-западного края, Крестовников предлагал решить эту проблему на российском уровне. Но спустя 10 лет, в 1920 году, уже после революции, председатель Центрального комитета по охране водоемов Павел Семенович Белов говорит, что комитет действительно очень эффективный в Москве, действительно очень много проблем удалось решить благодаря ему. И было бы хорошо, если бы этот комитет открыл подразделения еще в других регионах, включая Украину. То есть получается, что эта инновация появилась в Украине, попала в Москву, была там метаболизирована и вернулась уже обратно как такая директива из Центра. Несколько выводов, что мы можем для себя вынести из этой истории. Во-первых, это отчасти история про сложные взаимоотношения между Центром Российской империи и ее окраинами. Региональный опыт, он очень часто игнорировался в той области, о которой я говорю, в области экологической промышленности, экологической политики и промышленного загрязнения, но он был способен трансформировать национальную политику в том числе. Именно в регионах они в центре возникали те инновации, которые можно было применять на практике в самых разных частях страны. Локалистский подход, когда загрязняющий платит, о котором я говорил, он был более выгоден для промышленников, но в то же время более выполним на практике. Именно поэтому эти комиссии были успешными и несмотря на то, что к их подходам есть достаточно много вопросов, тем не менее, они были наиболее успешными инновациями вот в российском контексте. Ну и очень важный момент во всей этой истории это вот тот самый колониальный гумеранг, что инновация в области борьбы с загрязнением появилась в одном из наиболее экономически развитых регионов Российской империи, перешла в центр и уже там приняла характер вот такой национальной системы борьбы с промышленным загрязнением. Да, я останавливаюсь здесь. Спасибо большое вам за внимание. Ну и если есть желание оставаться на связи, то здесь вот ссылки по которым меня может будет найти. Спасибо большое. Спасибо. Аплодисменты Продолжение следует...